всем привет встречаемся сегодня в другом в другой обстановке потому что наконец-то здесь есть солнышко и видимость хорошая свет очень хороший естественный так что переселяемся на несколько видео иду если будет здесь солнышко буду делать здесь получила вопрос по поводу что делать когда теряешь память когда память садится начинаешь что-то забывать если у меня такой опыт если у меня какой-то свой experience который я слышала или сама имела или проходила когда-то есть и с удовольствием с вами поделюсь тем что было и как было у меня в моем окружении вот по поводу памяти смотрите когда когда мы садится зрение например что мы делаем ну вот чувствую что я как-то так стала читать а я не вижу здесь ничего что что мы делаем идешь в аптеку начинаешь подбирать себе очки или ты смотришь а я уже и так не вижу и так что и ну идешь в специалисту идешь к доктору что доктор делает просмотрит туда-сюда начинает что-то какие-то делать лечение у моей приятельницы села зрение она побежала к врачу ей выписали уколы в глаза уколы она делает раз в месяц два укола и я когда ее спрашивала как как вас дела с глазами она сказала намного лучше у меня остановилось падение намного лучше а что вы колете а мне колят витамины ей помогает то есть когда что-то случается такое что ты чувствуешь за собой ты идешь к врачу с памятью это совершенно другое дело потому что ну забыл что-то ты думаешь ну я просто я просто не успевал или я там просто торопился поэтому я забыл ну что-то как какой-то факт из своей там прошлой жизни какой-то забыл бывает забыл меня моя приятная приятельница спрашивает которой мы дружим 50 лет ты помнишь вот когда я говорю понятия не имею не помню как ты не помнишь но мы же там 30 лет 40 лет назад я не помню то есть бывает не помнишь она что тебе не надо не помнишь но если ты начинаешь замечать что вчера события какие-то были а ты их не помнишь или помнишь смутно или они у тебя вылетит конечно это признак того что нужно принять какие-то меры память вообще все что голова это понимаете это голова это можно быть здоровым молодым но если голова не работает или какие-то отклонения то это это проблема поэтому конечно если вы чувствуете что что-то что-то начинаете с памятью не игнорируйте не проходите мимо пока вы не дошли до доктора или может быть вы думаете что не нужен мне пока еще доктор начинайте делать я сделала два чудесных видео с упражнениями руки вот руки просто пальчиками делать упражнения пальчиками я там показываю как делать эти упражнения эти упражнения я вам говорила мне достались от моей мамы я не хочу говорить громкие имена у к у кого проходила всегда лечение моя мама это были громкие мировые светила в медицине и комплекс этот ей достался а я вам его передала от действительно больших профессионалов делая этот комплекс моя мама оставалась до последнего при своем уме и памяти делая этот комплекс это не просто комплекс этот комплекс очень хорошо работает и очень хорошо помогает не надо его садиться специально делайте его мимоходом как любое упражнение серию руку протянули даже сидя вот мама уже последние многие лет и годы делала сидя не стоя я делаю стоя мама делала сидим так и вы сели сделали там два три упражнения ой опять что-то сделали ой пока стоите что-то варится у вас сделали это упражнение вытянули руки сделали себе сюда себе сюда есть там есть комплекс начинайте его делать он непростой это комплекс не не ерунда это очень профессиональный комплекс который мне достался вот вот таким образом после всех маминых лечений и он отработал на ней отработал на ней поэтому посмотрите если вы его не найдете я ссылочку оставлю это два видео ни о чем по три или по пять минут ни о чем но вы да себе так такой великолепный поддержку своим и своей памяти сделаете это первое второе очень хорошего очень хорошо работает это упражнение ходить назад задом вот как ты вперед идешь также иди задом я очень люблю заниматься вам расскажу почему очень люблю самый я и спортом вам говорила я не спортивная никогда спортом не занималась но я всегда любила ходить и если можно было пешком куда-то дойти я всегда шла пешком на работу я ходила но у нас зимы большие когда на машине так когда зимой это на машине а как только становилось тепло моя работа была километров 7 от моего дома я ходила утром и вечером пешком потому что я люблю ходить так вот когда у нас в каждой и в каждой в каждом районе в каждом районе у нас есть спортивные комплексы открытые спортивные площадки игровые площадки корты то есть ты ходишь всегда возле где бы ты ни жил ты всегда найдешь возле себя стадион я люблю ходить рано утром я стала пошла на стадион пошла на стадион всегда там есть народ разного возраста разного пола муж мужчины и женщины смажем пожилые и молодые дети всегда там кто-то есть ходит и я стала замечать что многие ходят назад задом ну там расчерчены дорожки ты никто тебя не собьет никто тебя не ты никого не потревожишь идешь вот так вот ровно тут разлинеенной дорожки ты идешь задом но ты видишь вот эту линию которая тебя ведет и ходит задом я как-то подошла я смотрю такая хорошо в возрасте женщина я к ней как-то подошла и говорю думаю она постоянно ходит задом и входит час я к ней подошла и говорю ей что так и такой ты прекрасно выглядишь ты всегда такая молодец в любую погоду выходишь занимаешься а скажи мне почему ты делаешь это упражнение а она из китая китаянка она говорит ты знаешь сколько мне лет говорю ну как уже наверное как я мне было 52-53 на вид мне 82 года я обалдела и говорит я уже 30 лет так хожу для того чтобы не терялась память ну вот мы с ней поговорили я про себя подумала да как то так что то мне это не села в голову но я тоже стала ходить и вы знаете когда ходишь задом нагрузка совершенно другая не надо ходить час ты 20 минут походи спиной ты как будто бы походил час и действительно вот вы знаете когда голова немножко была не свежая я вам говорила что у меня были головные боли когда у меня был период перестройки климакс начинался были бешеные головные боли страшные и я когда начинала ходить действительно что-то отпускала в голове то есть вот такое великолепное еще как бонус вот такое упражнение если вы не можете у вас нет возможности ходить на улице задом или нет возможности дома два шага сделали назад вперед два шага назад вперед два шага назад вперед помогите своей памяти и вы она вас отблагодарит и вы увидите результат это такая приятная работа вот над собой работать это так приятно это такое к себе уважение к себе к своей жизни к своему телу это ты себя казалось бы ну что там какие-то вот эти упражнения они все работают ну вот я думаю что я ответила на ваш вопрос вам желаю обязательно чтобы у вас все восстановилось а у вас восстановится раз вы задаете этот вопрос значит вы ищите ответ ищите ответ вы будете применять какие-то эти действия еще очень хорошо помогает вот если вы правша я вот например жесткая правша я все только права рука если мне что-то достать надо я тянусь правой рукой достаю если что-то упало нагнуться я на вина с правой рукой но стала делать теперь всё левой вплоть до того что я не есть ножку не могла донести начала делать левой рукой начала делать чтобы левая полушария точно также развивалась а не было в застое потому что кушать левой рукой начинать писать левой рукой зубы чистить левой рукой пробуйте делайте и вас обязательно восстановится ну всех вас уважаю подписывайтесь ставьте лайки и до следующих видео всем пока